Вопросы в подкрепление, продолжение тех тем, которые уже мы с вами обсудили. Я в прямом эфире здесь. Итак, всем еще раз привет! Мы через минутку начинаем. Сегодня тема нашего эфира – здоровые вкусные рецепты. И, конечно же, тема нашего эфира – это прежде чем разобрать рецепты, понять, а с какой точки зрения мы их будем оценивать, эти рецепты. То есть, как я скажу, этот рецепт здоровый и полезный, он нам подходит, этот рецепт неполезный, он нам не подходит. Ладно, допустим, наличие рафинированных или нет продуктов. Это легко. А по каким еще критериям мы будем судить о нашем блюде или о той еде, которую мы принимаем? Ну что же, еще раз всем привет! Мы начинаем! Так, что-то не вижу я. Сейчас я извиняюсь. Я извиняюсь, Лен, а что-то у меня нет переключения слайдов почему-то не появилось. Ленка, Валенка, если там те, кто смотрит презентацию, и подробненько, чтобы картинки рассмотреть. Итак, прежде всего мы с вами изучаем состав блюда на микроэлементы, макроэлементы, макронутриенты, и, конечно же, это, наверное, самое простое, это объем порции. Давайте быстренько пройдемся по каждому из пунктов. Микроэлементы. Железо, йод, цинк, хром и так далее. В микроэлементах важных, особенно важных для нашего организма, более 30. Их делят на полезные и условно полезные. Условно полезные значит, что они необходимы нашему организму, но при их нехватке каких-то критических состояний не происходит, серьезных нарушений не вызывается. Микроэлементы размерами соответствующих этих элементов вычисляются. И, конечно же, в зависимости от микроэлемента мы можем сразу вспоминать, что некие продукты содержат эти микроэлементы в большей или меньшей степени или вообще содержат или не содержат. Ну, пример, железо. Сразу на ум мне приходит гранат-гранатовый сок, гречка, ярко-зеленые и красные овощи. Соответственно, то, что советуют нам есть, если вдруг идет нехватка некого микроэлемента. Йод, тоже морская капуста, сразу что-то такие морские продукты вспоминаются. И так, в принципе, по каждому продукту. Но при этом вас я призываю все-таки более глобально к здоровью нашего организма подходить, понимать, что если идет нехватка одного микроэлемента, то вряд ли это связано с конкретно одним микроэлементом. Скорее всего, это все-таки какой-то более целостный процесс, одно за другое цепляющийся. И если даже вы начнете принимать какой-то микроэлемент, которого вам не хватало, возможно, что все вопросы разом не решатся. Надо здесь комплексно подходить. Микроэлементы вспомнили. Есть также у нас макроэлементы. Здесь уже, соответственно, элементы более крупных размеров, хотя все равно это микро-микро-микро-доли маленькие. Магний, кальций, натрий. Если что-то вспоминаете еще, первое, что приходит на ум, можете писать, покажите свои знания. Хлор, фосфор, сера. Это макроэлементы. И точно так же мы вспоминаем, какие продукты могут содержать эти элементы. Хорошо, с этим разобрались. Следующий пункт у нас – макронутриенты. Ну, мы их объединили в макроэлементы. Макронутриенты отдельным таким пунктом у нас идут. Это то, про что мы с вами говорили в предыдущие вебинары. Это то, что составляет, является составляющей частью белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот в основном. Достаток или недостаток этих элементов, веществ в организме может появляться в связи с чем? Причины, да, вообще, которые основные влияют на соответствующий состав веществ в нашем организме. Нехватка. Прежде всего, может быть, связана с неправильным, а больше даже однообразным питанием. Однообразное питание. То есть, если мы приверженцы одинаковых завтраков, обедов и ужинов и не меняем их годами, а я таких людей знаю, это действительно имеет место быть, то это естественный процесс, что в нашем организме появляется нехватка какого-то конкретного элемента, который просто отсутствовал в нашем питании. Дабы это исключить, и максимальное здоровье, продолжительность жизни и энергию наполненности тела иметь, надо все-таки разнообразие это стремиться добавлять. Это не значит, что еды должно быть много, объем это другой, об объеме мы поговорим чуть позже. Мы говорим именно о разнообразии. Относительно мам, я знаю, что часто мамы для своих детей каждое утро, например, делают разные злаковые каши, совершенно разных злаков и круп. И это классно, потому что разнообразие сразу сильно увеличивается. Конечно же, в то же самое фрукты, овощи, те, кто едят мясо и рыбу, разнообразие. Есть привычка такая покупать в одних и тех же магазинах, побыстрее одни и те же продукты. Помимо еды, есть еще вода. В воду тоже есть реальные случаи жизни. У целой семьи какие-то болезненные состояния возникали, не будем их обсуждать. Начали исследовать питание, пытаться понять, почему. Нехватка конкретных микроэлементов обнаружилась. И потом оказалось, что они очень долгое время уже, еще до рождения детей, выбрали некую марку воды и пили только ее. И вода не была совершенно плохой какой-то, она была хорошей. Но из-за того, что вода из разных регионов, из разных мест, она содержит совершенно разный набор микроэлементов. Соответственно, меняя воду, периодически меняя ту воду, которую мы пьем, мы меняем тот состав химический, который в нас попадает. В принципе, это и для животного мира логично, потому что всегда животные из разных водоемов пьют, перемещаются. Ну, это если так глобально говорить о природе. Поэтому об этом не забываем. Геологические особенности регионов Земли. Естественно, в зависимости от того, где мы живем, есть свои особенности нехватки как в питании, в почве, в принципе, в окружающей среде неких веществ. Большая потеря веществ по причине каких-то болезненных состояний, кровотечения, болезнь крона, колит. Ну, в принципе, болезнь, да? То есть если вы после какого-то такого состояния, то часто любят говорить, что у женщин после рождения ребенка очень сильно ребенок высасывает из тебя молоко, все микро- и макроэлементы, вещества, все сыпется. На самом деле, если девушка придерживается здорового питания, именно насыщенного, полезными веществами для строения нашего тела, то, конечно, все у нее будет хорошо. И, конечно же, один из пунктов, влияющих на состав веществ в нашем организме, про микро- и макроэлементы мы сейчас говорим, это употребление алкоголя. Мы знаем, что алкоголь нагружает. Я не говорю про пользу или бред, красное или белое. Мы сейчас это не обсуждаем. Алкоголь априори нагружает печень, почки, система организма, потому что ему надо расщеплять спирты, и некие яды выделяются при этом расщеплении. Соответственно, вымываются некоторые элементы. И наравне с алкоголем лекарственные средства, они также ведут к вымыванию веществ. Поэтому будьте с этим осторожны, знайте это и помогайте себе питанием, не просто которое насыщает, утяжеляет и дает чувство сырости, а которое именно помогает организму быть здоровым. Ну и заключительное на слайде и в этом моменте обсуждение – это объем порции. Это вообще моя такая любимая тема – объем порции. Обратите внимание, вот на слайдах у меня есть объем порции, есть вариант измерять ладонями. Знаете, такой способ. Кто-нибудь, напишите мне, пожалуйста, кто-нибудь работал по такому способу измерять объем порции своими ладонями? Да, там мясо, половина ладошки, крупы, там, крупа, по-моему, вот так, полная ладони, зелень и все остальное, там, овощи целых две ладони, да. Вот я вижу, что здесь есть люди, да, пишут, которые действительно использовали этот метод. Да, прекрасно. Но на самом деле мы, как люди с вами образованные и уже разбирающиеся в этой теме, мы с вами не будем ограничиваться и говорить, что вот, надо все мерить ладонями, все остальные варианты неправильно или они не приведут вас к нужному результату. Это совершенно… нет, на самом деле на заметку это брать не надо, это не какой-то волшебный способ. Это один из вариантов, просто надо выбрать тот, который удобен вам. Самый удобный, легкий, понятный, легкий не в психологическом плане, а легкий в плане контроля вариант – это программа FatSecret, с которой мы с вами начинали. Также вот она на слайде, здесь у нас красиво, сейчас я извиняюсь, покажу. Вот здесь она у нас на слайде, красиво, вот она тоже указана. Там написано соотношение белков, жиров и углеводов в течение дня, в течение недели. Просто как в калькулятор вы забиваете все, что вам нужно, и у вас высвечивается. Мы живем все-таки в компьютеризированное время, и совершенно необязательно нам все это замерять, запоминать, а сколько ладоней, а чего должно быть. Все, в программку забили, все есть. Но это для людей математического сплата ума, которые в этой программке разобрались, и все, легко живут, все записывают, у них куда-то перекос идет, они все в программу им высвечивают, сразу показывают. Кому-то, да, были, может быть, творческие люди, другой подход, пожалуйста, ладошками можно померить. Есть еще вариант интуитивное питание. Это люди вообще особенные, они чувствуют, да, вот они едят, пережевывают, немножко, может быть, даже в себя уходят. Они четко понимают по ощущениям, все, мне достаточно, и действительно эти ощущения совпадают с правдой. То есть не то, что вы на интуитивном питании, но при этом то переедаете, то живот болит, то недоедаете, то отрыжка, то вздутие. Но я на интуитивном питании. Тут важно, что вы чувствуете, вы это делаете, и вы видите, что действительно вам комфортно так, и вы можете это. Это далеко не все могут. Но такие люди есть. Иногда у людей там может быть период какой-то. Еще, кстати, один вариант понимания объема, это похоже на интуитивное питание. Это те привычки, которые нам заложили родители в детстве. Тем родителям, которые по каким-то причинам, я не знаю, с чем это связано, но я знаю, что в некоторых семьях это действительно формируется. То есть человек во взрослом возрасте, он по наитию ест правильно. Такое бывает. Это спасибо родителям. То есть в детстве заложили вот таким образом тарелки, условия приема пищи, отношения к еде, что у человека так сложилось, но при этом у двух детей из одной семьи, у одного могут сформироваться такие привычки, что он может по ощущениям все это, как по привычке есть, а у другого вот эти объемы, они почему-то не сформируются. Это от ребенка тоже в том числе зависит. Здесь, я думаю, понятно, здесь все так быстро, четко, поэтому мы переходим дальше. Как мы оцениваем блюдо, которое мы едим, и еду, которую мы едим, уже вот здесь и сейчас, когда мы ее видим. В своей системе мы также понимаем, что у нас есть завтрак, обед, ужин и еще перекус. У кого-то есть перекус, у кого-то нет перекуса, а кто-то ест 5-6 раз в день. Есть такие люди, кто ест больше 4 раз в день. Пожалуйста, напишите, мне вот интересно, потому что следующая информация, она как раз для тех, кто ест больше 4 раз в день. Конечно, я сразу оговариваю, есть особенные случаи, когда действительно чаще всего такие более болезненные, то есть по врачебным показаниям почему-то желудок, например, не может переваривать некие объемы, и вы едите совсем по чуть-чуть, но часто. Но в большинстве случаев, особенно если вы чувствуете, что вообще-то с пищеварением хочется поработать, не совсем вы себя хорошо ощущаете, что, возможно, желудок и кишечник, вы бы изменили питание, но вы не совершенно понимаете, как это сделать. Вот здоровым людям или людям, у которых есть некие ограничения, но тем не менее они ищут все-таки подходящий метод питания, я бы все-таки посоветовала попробовать вариант 4 раза в день питаться. Да, есть кормящие матери, здесь вообще тоже надо так смотреть по ощущениям, но тем не менее, я расскажу, почему все-таки 4 раза, да, потому что был бум, спортсмены профессиональные, бодибилдеры, фитнесисты очень советовали действительно 5-6 раз, особенно это касалось, если тренер мужчина, да, очень быстрый метаболизм, тренируются каждый день по многу, бешеный объем расхода калорий, и такой калораж просто невозможно уместить в 4 раза, то есть им для мышечного роста необходим минимальное количество белка, белок тяжелый, белком, естественно, идет и клетчатка, и сложные углеводы, и просто в 4 раза это невозможно уместить. Но для все-таки обычных, скажем, людей, даже тренирующихся, но не на пределе своих возможностей. Мы же не космонавты, мы же из тюбиков не едим, правильно? То есть мы все-таки применяем вещи к своей жизни, к особенностям своей жизни. Вот давайте представим, что у нас девушка среднестатистическая, у нее примерно в таком поддержании калоража 1600 калорий, учитывая, что все-таки у нас меньше движения, на 2000 калорий мало кто вырабатывает. Либо там чуть-чуть схуднуть, 1400-1600, 1800, то есть мы делим, например, 1800 калорий на 6 приемов пищи, 5-6, это 300-350 калорий за один прием пищи. Это на самом деле очень легкий прием пищи. То есть это какой-нибудь салатик и небольшой кусочек мяса. Поэтому, следующий момент, если мы делаем время между завтраком, обедом, ужином, там между приемом пищи 3-4 часа стандартно. Ну, если это легкий прием пищи, вы с утра, например, очень легко позавтракали, то через 3 часа можно спокойно, спокойной душой уже пойти и еще раз поесть, и уже поесть поплотнее. А потом уже через 4 часа поплотнее пообедать, через 4 часа поужинать. И если вот эти цифры сложить, получается, что у нас время от завтрака до ужина – это 11 часов. То есть, допустим, вы позавтракали в районе 8 часов утра, то есть в 7 уже у вас заканчивается ужин. То есть вы в 8 позавтракали, через 3 часа в районе 11 перекус, там через 3-4 часа у вас в районе 2-3 обед, и через 4 часа после обеда, обед обычно плотный, да, в 2-3 это получается 6-7 часов вечера. И если опять там через 3 часа есть, это в 10 вечера получается. Странно, не ложится. Значит, вы, скорее всего, уже не через каждые 3-4 часа, а 3, иногда 2, иногда 3, а через 4 редко. Хорошо, следующий момент. Процесс работы желудка и 12-перстной кишки, он имеет свои особенности. Картинки надо приблизить. Если не видны, приблизьте картинку, которая справа. Там завтрак, обед, ужин, перекус указан. Есть такая особенность, что это для любителей, которые любят перекусывать, причем там даже по чуть-чуть, по 10 орешков между приемами пищи. Есть такая особенность у кишечника, 12-перстной кишки и желудка, что после того, как переваривание в этих зонах завершилось, то простым языком там запускаются некие процессы очищения. В чем они заключаются? Те мелкие какие-то вещества, те мелкие какие-то зернышки, орешки, ну так называемые, я бы не называла, конечно, еду мусором, да, кусочки еды, которые к каким-то проблемам недопереварились, почему-то задержались, как-то желчь их не до конца расщепила. Вот такие крошки со стола, можно сказать, да, эти зоны выпускают специальные вещества, которые вот это все собирают и выводят дальше, проталкивают в следующие отделы. Ученые даже назвали этот момент такой, что эти ферменты, эту функцию, что некие дворники, очистители работают в этой зоне. Но как только туда в желудок поступает, да, эта работа по очищению завершается. Она не может происходить, когда там идет переваривание. То есть переваривание в желудке закончилось, в 12-перстной кишке закончилось, и потом вступает вот этот момент очистки и продалкивания остатков, очищения этой зоны для следующих приемов пищи, для более качественного переваривания. Соответственно, если вот эти мелкие перекусики постоянно идут, ты вроде бы три раза позавтракал, пообедал и поужинал, но каждый там час-полтора ты что-то туда закисываешь, то вот этой очистки практически не происходит. Система оказывается перегружена. Вы, конечно же, не заболеваете, ничего ужасного не происходит, но если это накапливается, систематически происходит, то сначала просто неприятные ощущения, мы все знаем про тяжесть в животе, про болевание опять животика наружу, да, но все-таки я советую вам очень четко проконтролировать, убрать перехваты, то есть перекус как прием пищи – это одно. Аня, держись, но ты лучше поплотнее ешь, то есть прием пищи более плотный сделай. Перекус сделать, четыре приема пищи, но когда четыре приема пищи между ними всего накидано, это уже лишнее. Вот эти грубые остатки пищи после того, как удалены, желудок очищен, то маленькие уборщики все там почистили, то как раз три-четыре часа проходит, сколько максимально можно раз поесть. Я бы советовала больше четырех не преувеличивать. Есть, есть, всегда есть исключения. Есть люди, которые вообще один раз едят по показаниям, действительно, они по-другому не могут. Окей, но мы не будем следовать людям, у которых есть строжайшие показатели. Даже в санаториях, даже у людей с особенностями работы поджелудочной, печени, в лечебных санаториях, ну, не всегда бывает пять приемов пищи. Особенно, когда пятая – это булка в девять часов вечера, вот это я вообще понять не могу. Еще один обязательный такой пункт – это вода и еда. Мы много раз обсуждали и говорили, что мы воду и еду разделяем в совершенно разных, я не сказала, религиях, но направлениях изучения нашего тела. И ученые, и китайская медицина, и аюрведа – все они советуют воду и еду разделять. Причем после еды особенно важно не пить. Привет, я. После еды особенно важно не пить. До еды за какое-то время чашка кофе или чашка чая без другой еды относится к перекусу. Смотрите, вода не считается перекусом. Если без всего, можно, да, если черный кофе, зеленый чай, в принципе, можно. Но если вы придерживаетесь, как любят сейчас говорить, некоторого протокола или идете к конкретной цели, я бы приравнивала это к перекусу. Ну, то есть, если вы просто заботитесь о своем здоровье, в принципе, да, попили чай, попили кофе, за перекус это не считается. Если вы добавили даже одну курагу – все, перекус. Если вы добавили молоко – перекус. Понятно, я думаю, да? Хорошо. За 30 минут до еды воду, я думаю, это, ну, как бы, особо рассказывать не надо. Мне кажется, сейчас все об этом знают. Я надеюсь, что вы знаете, насколько это полезно и насколько не очень комфортно телу все-таки запивать еду водой. Растворяется слюна, а мы знаем, что во рту уже начинается первое расщепление еды. Соответственно, еда поступает в желудок неподготовленная, потому что мы водичкой, а не слюными железами, да, перерабатываем еду. Также немножечко растворяется желудочный сок, и одно цепляется за другое. Поэтому еда отдельно, вода отдельно, чай отдельно, дети запивают водой суп. Это допустимо? Я читала очень хорошую статью, могу ее поискать. Если ты напомнишь, что на самом деле вот эта привычка детям запивать еду водой, не стоит ее формировать. То есть все-таки детей тоже надо... Детям просто иногда тяжело проглотить, потому что родители спешат их покормить, или они еще сами, им неудобно, да, вот они не могут выбрать, сколько на ложку положить. Сколько положилось, сколько положилось, рот набил, водой им просто проталкивать еду туда легче. Но я не знаю, бывают ли дети, которые не могут есть без воды, потому что вот им пить хочется. Вообще лучше разделять. Запивают суп водой запивать. То есть надо понять, а почему он запивает привычка, лучше не надо. Не может почему-то проживать, ну тогда водичка просто помогает проталкивать. Так лучше, конечно. И время приема пищи. Вот здесь у меня есть в презентации хороший такой круг, который это по китайской медицине изображает. Это именно круг по китайской медицине. Но и ученые, да, традиционной медицины согласны с тем, что у нас есть некие часы работы, активности наших систем, внутренних органов, да, что в какое-то время более активны одни системы, в другое время другие системы. И вот в презентации у меня часики это есть. Это более разобранно по меридианам, по точкам, на которые надо воздействовать, чтобы во время активного восстановления работы конкретного органа воздействовать на него положительным образом. Мы про это затрагивать не будем. Все-таки у нас здесь не китайская медицина. Но тем не менее, так как даже ученые классической медицины, да, изучая этот вопрос, увидели это и на своих томографах, на измерителях, что такая активность существует. И действительно, она подчинена определенному расписанию. Так вот, важные моменты, которые к нашему питанию имеют отношение. С 5 утра до 7, плюс-минус, конечно, есть подвижки, но тем не менее, вот в эту зону наиболее активен толстый кишечник. А толстый кишечник занимается, мы знаем, конечной переработкой нашего пищевого комка. И значит, когда люди, есть люди, которые просыпаются очень рано, да, мы не мешаем работе толстого кишечника, но после того, как он завершает свою максимальную активность с 5 до 7 утра, идеальное время для опорожнения, для того, чтобы сходить в туалет. Поэтому кто ходит в туалет в промежутке 7-7.30, это идеально, это говорит о том, что система работает хорошо. Толстый кишечник на максимуме отработал, вы с утра проснулись, очистились и пошли завтракать. Я не говорю, конечно, про то, что вы там попили воды, сделали зарядку, это уже зависит от вашего расписания. Успеваете, не успеваете, нюансы. Хотя, всем советую. И как вы думаете, что следующий, какой орган максимально активный? Есть у нас тут те, кто уже прочитали, или те, кто догадаются? После, с 7 утра до 9 утра, какой орган максимально активен? Как вы думаете? Желудок Константин, браво, поздравляю. Правильно, желудок максимально активен в это время. Значит, надо что сделать в это время? Это следующий вопрос. Кто первый ответит? Что надо с 7 до 9? Поесть, позавтракать. Совершенно верно. То есть, да, желудок, Лена, молодец. Позавтракать. То есть с 7 до 9 утра, когда он у нас максимально активен, хорошенечко работает на максимуме на своем желудке, я советую всем пойти позавтракать. Все-таки после 9, если кто-то завтракает, то вы должны понимать, что у вас либо сбиты биологические часы, возможно, они у вас настроены по-другому, но у меня есть по этому поводу сомнения. Но, опять же, если вы не соблюдаете эти временные рамки, и у вас есть какие-то, ну вот, не проблемы, но даже дискомфорты с вашим желудочно-кишечным трактом, а вы попробуйте это именно время завтрака, обеда и ужина немножечко скорректировать. То есть завтрак переместить в зону с 7 до 9, да, и на все свои силы, с клетчаткой, то, что мы с вами делали, контролируем ее количество, да, рецепты, которые мы сегодня будем делать, все это как раз на то, чтобы в первую очередь с 5 до 7 у вас, когда работает утра толстый кишечник, вы с утра проснулись и очистились. Вот все, что мы с вами делали, это как раз для этого, а похудение, если кто-то об этом думает, оздоровление, это все приятный бонус к тому, о чем мы говорим. И еще один момент, во сколько надо заканчивать ужин все-таки, да, с 7 до 9 вечера, то есть 19-21. Максимально активен у нас перикарт. Перикарт. Мы с вами обсуждали, что во время еды у нас идет приток крови к желудку, ученые в том числе связывают некую сонливость, да, если вы очень плотно поели, с тем, что, да, больше требуется энергии и оттока крови к желудку и к кишечному тракту, и, соответственно, появляется вот это, да, ток идет туда, к центру, появляется вот эта некая сонливость и желание отдохнуть. И тем более мы помним, что когда мы спокойны, когда у нас нет стресса, переваривание происходит лучше, поэтому как же опасно люди, которые, если в офисах, на бегу, перекусили, лучше вообще есть. Но это я опять ухожу туда далеко. А мы говорим, что работает перекарт, значит, идет отток крови к кровеносной системе, значит, у нас идет отток крови от желудка, от кишечника, и уже после 7 вечера, ну, мы понимаем, что там есть некие подвижки, но тем не менее, с 7 вечера уже чего не стоит делать, если у нас отток от желудка и кровь к перекарду и к работе именно этой системы? Что уже не стоит делать с 7 до 9 вечера? Совершенно верно, есть, совершенно верно. То есть, после 7 вечера, да, конечно, мы придерживаемся строгой математической расчетности, и нам говорят профессиональные спортсмены, что есть можно в любое время, тем более они следят за своими мышцами, за тем, чтобы они были. Мы не профессиональные спортсмены, у нас другой, у нас другая цель. Ради достижения цели люди готовы меньше слушать свое тело, они готовы делать все, чтобы достичь цели. Цель у спортсменов – это тело, это победы на соревнованиях. Соответственно, если мы гонимся со здоровьем, мы придерживаемся всех хороших советов, мы их соблюдаем, мы, конечно же, помним о балансе белков, жиров и углеводов, мы используем вот эти суперудобные программы Fat Secret, я напоминаю, где все можно посчитать. В этой программке у нас вот здесь, написаны соотношения тоже завтрак, обед, ужин, мы можем увидеть, что все-таки завтрак и обед, они по сравнению с ужином более плотные в процентном соотношении, и в программе это можно увидеть, или если вы ладошками измеряете, понятно, да, то есть все-таки 70% приходится на завтрак, обед, ужин и перекус, а ужин – это уже 30% от всего объема, если мы говорим про объем. И с 7 до 9 вечера уже мы стараемся все-таки есть. Не всегда получают. Я отвечаю тебе. Сеть опаздывает, я отвечаю тебе сразу. Лен, ты молодец, у меня просто тут еще параллельно идет вебинар в комнате, поэтому здесь тоже быстренько отключают. Fat Secret. Ребята, напишите, пожалуйста, название программы, те, кто помнит, как она пишется. А в 9 уже начинает вырабатываться мелатонин. И в принципе уже после 10 начинается сокращение выделительных функций, ну, чтобы не хотелось в туалет нам сходить. Соответственно, после 7, нет, 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 после, то есть до 9, а в 9 уже начинает вырабатываться мелатонин. И следующий этап – это сокращение функций выделительных систем, чтобы нам не хотелось в туалет. То есть система ЖКТ уже все, на сон мы ее отправляем. То есть если у вас получается выстроить эту систему, вы должны максимально стремиться до 7 вечера поужинать. Ну, 7.15. Ну, вот 7 – это такое, да, что как минимум мы сели есть и закончили, а лучше до 7 вечера. Вы просто почувствуете, вот если вы попробуете, вы даже не будете там, то есть там не будет спора. А мне сказали, можно и в 9, и в 10, и в 11. Да какая разница? Глобально разницы нет. Глобально, конечно, важен объем порции, что вы едите, и, да, не перегружаете ли вы в целом эту систему. Но когда мы начинаем разбирать нюансы, в итоге влиять будет и время приема тоже. У меня есть и свой личный пример, и примеры моих подопечных, которые говорят, Нось, я просыпаться по утрам стало легче. Люди, которые, как они думали, совы, им тяжело, я говорю, ты не сова, ты встать с утра не можешь. Он говорит, я не могу лицо от подушки отодрать, я вроде бы поспала много. Не сказать, что у меня был тяжелый день, но с утра почему-то так тяжело вставать. Первое, что вам надо проверить, а не ели ли вы на ночь? Или, может быть, вы просто там поздно поели, не на ночь, но там 8-9 вечера уже поздно, еще и плотно, например, потому что не успели пообедать, как вариант. Проследить это. Для того, чтобы завтракать с 7 до 9 утра, и вам хотелось это делать, поужинайте до 7 вечера. Вы с утра проснетесь легкими, сходите, куда вы знаете, мы уже обсудили это, и вам захочется завтракать. Вы сместите, потому что я знаю, что у многих поздний ужин вот этот, вы сместите просто все свои приемы чуть раньше, на утро. Есть личное наблюдение. Если поесть перед сном, то утром просыпаешься голодным почему-то. Интересно, это какие-то нюансы, надо думать. Им надо пить наш кофе, вставать легко. Вы рекомендуете один стакан воды на ночь? Я бы не говорила, что это некая рекомендация. Я, например, ужинаю, то есть я уже поужинала, я уже не буду ужинать. Ну, я вообще рано просто очень стою. Но при этом я могу выпить спокойно два стакана чая в 8 вечера, и у меня не будет с утра какого-то жуткого отека. То есть воды, да. Если вы расстояние между едой и водой час, да, после, минимум час, лучше два, то можно спокойно выпить, все будет хорошо. Я не думаю, что будет какой-то отек. Вот. Но опять же, есть нюансы, есть особенности личной вашей системы, и вы должны за ней наблюдать. Попробуйте и понаблюдайте. Хорошо, мы с вами обсудили это. Мы уже очень близко придвинулись к нашим рецептам, потому что основная задача – это рецепты, но мы их обсудим уже в свете того, что сейчас с вами говорим. И заключительность… А, нет, не заключительность. Еще два слайда. Консистенция продукции, которую мы едим. Часто бывают вопросы. Соки. А соки можно пить? Мы, конечно, сейчас говорим не про пакетированные, которые где-то сделаны, а компот. А про то, что сделаны дома свежевыжатые соки или компоты. Да? Надо понимать, что это уже такой шаг, ну, как мы сейчас уже в этом будущем, когда мы можем настолько выжить, пережать, перемолоть от продукта, да, освободить его от всей клетчатки, от всех сложных структур, которые мы бы так, если мы, да, цельное яблоко едим, пережевывали, наш бы организм это перерабатывал, сахар, который естественный, да, глюкоза, которая есть в этих фруктах, да, или овощах, она бы поступала вместе с другими элементами этого продукта. И здесь мы пьем чистую такую бомбу. Она может быть полезная, но она может быть и опасная. Поэтому здесь очень четко надо понимать. У меня была девушка, которая говорит, Настя, не худею, не худею, не пойму. Вроде так правильно питаюсь. Я говорю, ну вот чем ты вчера ужинала? Она говорит, ну я поужинала, а после ужина в 9 часов вечера выпила 400 мл грейпфрутового апельсинового сока. Это же жиросжигающее, это же полезно. Говорят, а на весу я с утра встаю, и вот хоть мы потренировались, вроде питание такое правильное не похудело. Во-первых, конечно, соки их надо в первой плане пить. Потому что резкий, во-вторых, надо понимать, что это резкий скачок глюкозы в крови, да. С какой целью вы его пьете? Есть люди, когда голодают на соках. Я не говорю, что это плохо, потому что я знаю, что когда с помощью таких методов лечатся, да. Но вы должны это очень четко понимать, с какой целью. Детям тем более тоже не надо. Это очень... Для их не сформировавшейся системы, систем всех, такие бомбы, резкие скачки, они неположительно влияют. Поэтому соками для ребенка, для маленьких до 3 лет точно надо прям поддержать. Компота нет. Если вы туда сладкое не добавляете, это такая как водичка с привкусом. Потому что, по сути, все витамины, ну я, честно говоря, не верю, что там какие-то витамины остаются после долгой варки фруктов, сухофруктов, да. Смузи. Смузи – это вариант уже такой, он с клетчаткой, то есть он со всеми стенками тех растений, из которых вы это делаете, да, продуктов вы сделаете, но тем не менее в более жидком виде. Они могут использоваться, на самом деле, для людей, у которых по каким-то показаниям, да, надо есть жидкие продукты, да, чтобы… Очень классно использовать смузи для профилактики. Запоров, например, как вариант. Для того, чтобы просто на какое-то время, но недолго, нельзя на них жить. То есть я слышала, еда будущего – это вот жидкая еда. Ну, наш организм, он не предназначен для постоянно такой еды. Мы можем облегчить работу ЖКТ на какое-то время, да, делая завтрак из смузи или несколько дней, находясь на смузи, просто как бы разгрузить, дать им отдохнуть, но не постоянно на них находиться. Термообработка – это одна из вариантов упрощения переваривания для желудка пищи. Мы обсуждали, да, что если, например, белок сварить или жидкий белок несваренный выпить, и вдруг мы посмотрим, а что там в желудке с ним произошлось, то с помощью кислот мы увидим, что белок стал таким же, как при варке, он как бы сварился. То есть происходит расщепление в желудке, а термообработка, она помогает желудку, она более, да, структуры эти ломает, и желудку проще это переварить. Да. Замачивание. На предыдущем вебинаре мы с вами повторяли, что крупы надо замачивать обязательно, не только бобовые, да и вообще, на самом деле, даже фрукт можно на часик в воду положить. Напитается фрукт, и сухофрукты всегда тоже прям на подольше не просто помыть, а прям в воду положить. Напитается водой ваш продукт, который вы туда кладете, он и по вкусу меняется, во-вторых, это все-таки очищение обрабатывают совершенно все сейчас везде, поэтому дополнительное такое очищение, когда в воде полежит, да, немножечко размякнет, отходит, мы будем надеяться, что то, что опрыснутое добавляют. И плюс, это опять же, многие зерна, мы знаем, если на ночь просто залить водой, даже не кипяченые, они с утра их можно будет уже прям есть. То есть, это вариант тоже помо, как бы такое, изменение консистенции, помощи желудку все это переварить. Плюс мы про кислоту в тему говорили. Ну и консистенция есть еще одна, это сырая еда, как она есть в твердом виде. Не все желудки у пожилых людей не всегда могут с ней справиться, хотя я призываю как можно больше еды, которую возможно, например, овощи, да, фрукты, есть в сыром виде, смотреть за тем, как реагирует ваша система. Если плохо, то надо задуматься, а почему она на такие полезные и естественные для нее виды питания плохо реагирует. Может быть, мы ее довели до такого состояния, и надо потихонечку все-таки ее возвращать в работу. То есть, сырой едой мы заставляем нашу систему желудочную, да, желудок, желудочно-кишечный тракт работать, напрягаться. Если она по каким-то причинам сломана или плохо работает, то ей тяжело, и она, конечно же, устает и болит. Поэтому надо следить. Ну что, и заключительный слайд, заключительный момент перед тем, как мы перейдем к самим рецептикам, это меню на год. Я прошу вас не забывать о том, что да, мы, конечно, разбираем завтраки, мы разбираем обеды, мы чуть-чуть со всем обсудим ужины, потому что ужин должен быть легкий. Не могу призывать вас делать сложнейшие блюда, много всего намешать, потому что я считаю, что если ужин это 30% по калорийности от всего нашего дневного рациона, и это что-то легкое максимально по сравнению с обедом и завтраком и перекусами, то тут сложно на самом деле сделать какие-то сложные супер блюда. Это должно быть что-то максимально простое. Запеченные вареные овощи, все-таки сырые овощи на ночь бывают тяжеловато, кому легко, можно и сырые. И если вы едите сочек рыбы, мясо на пару запеченные, я надеюсь, что все, кто присутствует у нас сегодня, не жарят уже в масле на подгорающих сковородках. А если и жарят, то жарят без лишних масел, чтобы не утяжелять просто еду. Не то, чтобы это там вредно, хотя все-таки жарка на маслах, очень много исследований, тоже я сейчас читаю, что верь-не верь, масло – это неестественная природная консистенция, все-таки семечки полезные, а масло и семечек – это еще вопросик. Поэтому такой момент в течение года, некую сезонность, я не призываю вас ее соблюдать, потому что природа так задумала, нет, но просто мы понимаем, что если сейчас время созревания некого продукта, естественно, то он будет более натуральный, он будет более наполненным витаминами, чем нестандартная безвкусно взявшаяся клубника. Она есть в любое время года, но не сезон просто. Это некий урожай, который в теплице вырастает, минимум солнца, максимум каких-то дополнительных веществ. Поэтому сезонность хотя бы для того, чтобы продукты были, сейчас я в основном про овощи и фрукты максимально наполнены витамином, солнышком и все, что для них надо. Даже вот бывает такое, что я говорила и на вебинарах, и те, кто знакомы со мной, что девчонки приехали манго. Приехали манго во Вкусвилл, есть такая сеть магазинов у нас, прям завоз спелых, хороших, сезон. У них тоже есть время, когда вот прям урожай подошел там два раза в год, а остальное время они либо зеленые, либо твердые, и даже я лишний раз их не покупаю. Вот когда сезон прям, девчонки, все, пора ехать, все, кто хотел манго, сейчас самое время. Поэтому сейчас ваше отношение к раздельному питанию. Несмотря что считать раздельным, мы говорили про это как вид питания, разнообразие видов питания, что у всех есть свои плюсы и минусы, и надо просто понимать, с какой целью вы это делаете. Если вы чувствуете, что вам так комфортно, и опять же, что вы подразумеваете подраздельным питанием, то есть вы берете один просто продукт и только им завтракаете, потом другой продукт и только им обедаете, или у вас есть все-таки группы продуктов, которые вы не смешиваете. Если это группа продуктов, которые не смешиваете, я согласна. Я вот, например, четко знаю по себе, какие продукты мне нельзя вместе. И, соответственно, белки с углеводами. С какими углеводами? Фрукты, овощи это тоже углеводы. То есть, например, белки больше с клетчаткой, да, там с овощами. Я женщинам вообще советую не мешать, например, гречку с мясом и с овощами, а все-таки такие более тяжелые белки тоже, например, это же может быть бобовые. Поэтому здесь такой длинный разговор может. Не будем отвлекаться, а то я сейчас начну разговаривать. Пишите мне в комментариях в инстаграме, и я на все вот эти вопросы обязательно вам отвечу. Хлеб вообще надо очень осторожно, потому что сейчас много плохого хлеба. Приоритеты продуктов. Не забывайте, что есть некая основа, которая составляет ваш рацион питания, но есть и разнообразие, да, чтобы мы набирались микро-макроэлементами. Но и при этом есть некая основа. Например, в утрам вы знаете, что вы едите каши, в обед вы знаете, что у вас обязательно ест белок. Особенно люди, которые мало едят животного происхождения белки, да, там, мясо не едят рыбу. Я знаю много таких людей, даже не вегетарианцев. Например, сыр едят, а мясо не едят, да. Вы должны следить за количеством белка. Особенно вегетарианцы вообще следить должны очень за своим рационом, потому что вы должны знать, откуда вы берете углеводы, понятно, а белки и иногда жиры тоже надо смотреть, откуда вы их берете. Обязательно белки находить. Это не значит, что они должны исчезнуть, если вы не едите мясо. Просто вы должны подумать. Соя, бобовые, чечевица, фасоль, пожалуйста, очень много вариантов. Сегодня, кстати, будет один из рецептов таких. То есть должна, с одной стороны, присутствовать стабильность вашего рациона, вы знаете, что если в завтраке у вас никогда белков особо нет или их очень мало, мы это разберем прямо на примерах, то вы должны понимать, что в обед или на ужин вы эти белки доберете. И из чего? Относитесь адекватно и логично к своему рациону. Ну что же, с таким разбором общим мы закончили, мы переходим уже к самим рецептам. Вот, кстати, у меня к вам вопрос. Как вы думаете, эти рецепты, каждый из этих рецептов мне по окончании вебинара стоит выложить в ленту? Как вот мне... Потому что рассказать о них это одно, а зафиксировать это, если вам они пригодятся, то надо их как-то зафиксировать, да? Хорошо, договорились. То есть будет некий пост, где я, например, по одному или даже по нескольку рецептов буду выкладывать. Хорошо, договорились. И вот первое – это завтраки. Завтраком и обедом я уделила особое внимание. Первый завтрак очень простой, он не требует... Аня, требует... Это гречневая каша. Обожаю гречневую кашу, вообще это любимая крупа, и вам советую к ней, извиняюсь, приглядеться, если вдруг вы до сих пор ее совсем редко употребляете. Ну, сам процесс приготовления. Вы берете, если на одного человека, это на одну порцию рассчитано, 70 граммов гречки, заливаете ее на ночь, туда же кипятком, да? Можно кипятком, можно, кстати, если это гречка коричневая, не зеленая, да? После промывания можно не кипятком ее заливать, можно даже теплой водой, она все равно набухнет, и все будет хорошо. Кидаете туда финик королевский, конечно, можно под себя немножечко корректировать, но вот именно этот рецепт с королевским фиником, с молоком кокосовым. Кокосовое молоко, на всякий случай, говорю, что можно заменить на масло, не очень приветствую сливочное масло, не всегда его можно, во-первых, найти качественное, сейчас очень много заменителей, вот, поэтому можно масло топленое, да, так вот заменить. Кокосовое молоко можно заменить на любые другие растительные виды молока, но с кокосовым вкуснее всего, или масло. Топленое советую. И вот в такой пропорции, как написано, финик королевский, молоко кокосовое, гречка. Гречку заливаем, к ней туда же режем финик, а с утра на теплом, не горячем, да, мы подогреваем, чтобы просто теплая еда была есть, и добавляем, соответственно, уже оставшиеся ингредиенты, это молоко либо масло, и кокосовая стружка. Кто знает, что в гречке железо находится. Прекрасно, вообще очень полезно, финик королевский дает сладкий вкус, поэтому у кого есть, например, проблемы с тем, что заедаете постоянно сладостями, не можете от сладости отказаться, то обязательно с утра вам надо в завтрак добавлять сладкий вкус. Не сладость, а сладкий вкус. То есть это фрукты, это сухофрукты, если, да, с утра не хочется мешать. Запомните этот совет и попробуйте его применить. Вы удивитесь. Из-за того, что сладкий вкус, вы насытитесь на завтрак, может быть, немножко где-то наперекусили на обеде, на ужин тяги к сладкому, именно к вкусу, меньше будет, или она вообще начнет исчезать. Нюанс про коровье молоко. Нашла статью, начала копаться и действительно есть тому подтверждение. Кальций плохо усваивается с железом. Железо и кальций не усваиваются друг с другом, поэтому гречка и коровье молоко, они друг другу мешают взаимному усвоению. Поэтому гречку, да, лучше есть без молочной продукции, представляете? Интересно. Я сама, честно говоря, не знала, вот пару лет назад узнала, начала копаться и действительно есть там научные доказательства. Вместо финика можно изюм. В принципе, можно, но попробуйте поискать финик, вы удивитесь. Поставьте себе цель, может быть, не завтра, не послезавтра, но когда будет возможность, попробуйте финик. Я тоже когда-то первый раз услышала. И вот тут вот вы на презентации, те, кто смотрите, вы можете увидеть расчет калорий на эту порцию. Это такая хорошая, сытная порция. На самом деле, она достаточно большая, возможно, вы ее даже не доедите, особенно женщины. Мужчины-то доедят точно. Может быть, не доедите. И посмотрите на калораж, чтобы это сразу понимать. Почти 500 калорий. Это сытный, хороший завтрак. После него уж точно 4 часа должно пройти. Не 3, не 2, как мы говорили, что может быть, да, перекус скоро. Нет, это хороший, плотный завтрак, который вам дает много силы, энергии. И такой достаточно тяжелый. То есть кто-то не доест. А кто доест, может даже почувствовать такую прям, что много съел. То есть не обязательно доедать всю эту порцию. Это расчет на такую порцию, которую вы точно съедите и наедитесь. Она может быть меньше, конечно же. И если вот по этой программе нашей Fat Secret, которая у нас сейчас в углу отмечена, поставить, например, клетчатку, мы знаем, что крупа есть клетчатка, кокосовая стружка, будете вы ее класть, не будете, есть клетчатка, сухофрукт есть клетчатка. Поэтому завтрак, в том числе, поэтому завтрак очень полезный, вкусный. Попробуйте, интересный рецепт. Так, завтрак номер два. Льняная каша. Это вообще бомба. Я всего, наверное, полгода ем льняную кашу, потому что раньше все боялся к ней приступать, не знала подступиться, не знала, как вкусно ее приготовить. Пару раз попробовала, было невкусно. Мне дали очень классный рецепт. Если вы его вдруг не знаете, берите, пользуйтесь. У меня ребенок с удовольствием ест. У меня всей семьи его с удовольствием ест. Я его рассказываю, он мега простой. Мега простой. Но помните, что семена льня, они очень полезны. И клетчатка в них, и омега в них, 3,6. Очень полезный продукт, да? Но их и нельзя много. Поэтому вот я бы сказала, что две столовые ложки – это максимум. То есть больше двух столовых ложек не надо. Лучше побольше водички, чтобы они посильнее разбухли. Можно даже поменьше. Вы промываете их, завариваете на ночь, любой водой, холодной, теплой, горячей. Вот в этом рецепте мед не нужен. Возьмите яблоки, которые вы точно, или груши. Можно яблоко и груша. Я обычно яблоки беру, но и груши иногда, когда яблок нет. И точно попробуйте, что яблоко, оно не как, не знаю, антоновка, которая кислая и твёрдая. А оно плотное, может быть, немножко мягкое, да? Но оно сочное и достаточно сладкое. Каше оно будет суперсладким казаться. Вот если вы с таким яблоком делаете, никакой мёд вам не понадобится. Будет очень вкусно и сладко. Просто попробуйте. Будет не сладко – добавите мёд. Хотя я против. Вот. Корица. Мне кажется, корица – это такой ингредиент, который почти у каждой хозяйки есть. Ну, он часто бывает, да, всё-таки он часто используется. Корица немножечко она съет, оттеняет яблоко вкуса, добавляет. И немножечко сбрызнуть лимонный сок. Очень вкусно. У меня Роберт с первого раза съел и всё время. Я буду, а сделай мне такую кашку, он очень любит. Очень вкусно. Я не смешиваю фрукты с другой едой. Ну, окей, тогда это ваш вариант, да, у вас другой. Но с мёдом поосторожнее. Хорошо. И у нас есть третий вариант завтрака. Это такой вариант вкусненький. Он тоже связан с гречкой, но здесь уже надо взять именно зелёную гречку. Не поленитесь, попробуйте. Это тоже для меня открытие и удивление. Этот завтрак я постаралась сделать таким более праздничным. Понятно, что надо есть цельные зёрна, что надо есть и полезно есть, да, такую продукцию, минимально термообработанную. Но вот такой вариант блинчиков, как мне кажется, гули обязательно попробуйте. Очень вкусно. Лён надо брать коричневый. Да, коричневый лён. А вот эти гречневые блинчики сохраняйте тоже и детишкам, и всей семье, и мужья с удовольствием съедят. Но, конечно, те, кто зелёную гречку не едят, поищите её. Вы удивитесь. И максимально полезно. Чем отличается зелёная гречка от коричневой гречки? Если вы попробуете прорасти зелёную, она прорастёт. Если коричневую – нет. Почему? Она либо обжарена, либо пара проработана, то есть уже зерно обработано. Да, какие-то теряются в ней свойства, но, опять же, поскольку очень большая разница в цене, я не призываю покупать только зелёную гречку. Но если есть такая возможность, то покупайте. Мы и ту, и ту едим. И вот запишите этот рецепт, зелёная гречка, замачивайте её на ночь. Здесь несколько порций, потому что, если вы посмотрите в таблицу справа, то вот с таким количеством ингредиентов меньше просто неудобно готовить. Получается на 1000 калорий. Это достаточно многовато. Если вы берёте 500 калорий за приём, то это как минимум порция на двух людей. Зелёная гречка, растительное молоко – это вегетарианский вариант. Вы можете, в принципе, добавлять туда и не растительное, если вы обычно молоко едите. Но про лактозу – это отдельный разговор. Я не призываю от неё отказаться, но если вы знаете, что у вас есть реакция на лактозу, просто очень часто встречается. Ой, у меня что-то живот пучит после молока или после кофе с молоком. Или там какие-то ощущения странные, или высыпали на кожу. Ну так убери молоко. Да? А зачем? Ну у тебя же реакция на него плохая. Ну то есть про коровье молоко каждый решает сам. Но если, опять же, у вас есть какие-то вопросы по коже, по самочувствию, то попробуйте хотя бы его убрать. Вот этот вариант блинчиков. Очень вкусные, необычные. И в начинку к ним предлагается запечь яблоки. Самый простой способ – просто в духовке. Тот же сорт, что и для льняной каши. Никакого мёда не надо, ни орехов. И так будет очень вкусно, как варенье. Потому что пектин, да, мы знаем, при нагревании даёт такой вот вкус сладости прям резкий. Про завтраки поговорили. Три варианта. Как раз домашнее задание у нас будет про то, чтобы вы предложили свои полезные варианты. На перекус, конечно же, я предлагаю как вариант. Это может быть фрукт, да? Тот, кто, например, не ел фруктовый завтрак. Или, да, там, или салат какой-нибудь овощной. Что-то лёгкое на перекус. Перекус сам себе соответствует. Либо это может быть лёгкий бутерброд. Под бутербродом я всё-таки имею не хлеб с колбасой, с сыром, намазанным маслом, да, а что-то, например, хлебец там с рыбкой или с каким-то мясом. Сделайте колбасу сами из мяса, да, из просто варёного куска мяса. Как колбаску его порежьте, положите и с каким-нибудь овощем. И вот, пожалуйста, бутерброд. Но полезный. То есть не с колбасой, с сыром, маслом всё намазано, перемешано, непонятно. Ну и третий вариант. Кто-то спрашивал, а можно пить чай и считать ли это за перекус? Вот, пожалуйста, третий вариант перекуса. Это чай с чем-нибудь, например, с сухофруктом, как вариант. Или с бутербродом. Но не забывайте про колораж. Те, кто калории считает, про объём порции с помощью ладоней, те, кто с помощью ладоней считает. Здесь просто не вижу смысла каких-то, опять же, рецептов делать, потому что любые даже полезные, казалось бы, рецепты, везде сахар, везде. Мы должны очень контролировать объём порции. Полезные чизкейки, вроде бы из бананов, орехов, мёда, вроде все продукты в принципе полезны, но то количество, которое предполагается, что мы съедим, потому что это очень вкусно, оно на самом деле нам не подходит. Сейчас, секундочку. Я вот здесь продолжу. И у нас остались обеды. Ещё раз напоминаю, что намеренно ужины тоже не уточняла, не делала, но мы можем это под постами, да, обсудить или в будущих вебинарах, потому что понимаю, что любой сложный, очень вкусный рецепт подвергает нас опасности на ужин переесть. Переесть по объёму или даже небольшими объёмами переесть по калориям, даже небольшой объём может быть очень калорийный. Поэтому наедаем вкусности и на завтрак, и на обед. Обед, по-моему, должен быть, может быть, да, самым таким плотным, если хочется чего-то такого, как вам кажется, запрещённенького или очень вкусного, но, казалось бы, полезного, но калорийного, то вот в обед, пожалуйста, надо это использовать. Вот, пожалуйста, диетический плот. Почему он диетический? Потому что он без жира, он не на баранье, а на диетическом мясе, то есть на говядине без жира. И предлагается его приготовить. Ну, казан, это, конечно, идеальный вариант. Если не в казане, я готовлю его в мультиварке, готовлю его просто в такой глубокой сковороде для тушения, найти хороший кусок мяса и в соответствующих пропорциях. У меня есть сковорода, которые не требуют, я специально себя купила, не требуют поливать масло и ничего не пригорает. Это не тефалевое покрытие, я, честно говоря, не знаю, как оно называется. Этот рецепт можно использовать. Для мужчин, пожалуйста, чтобы мужчины не жаловались, что мы тут всякие очень диетические блюда, блинчики какие-то, разве именно ешься или каши. Вот, пожалуйста, рецепт для такой большой семьи, причем рецепт именно на всю семью, даже, мне кажется, на несколько приемов. Соответственно, в углу посчитано количество калорий, это 5000 калорий, вот на ту порцию, которую я записала, просто там по одной порции, ну, неудобно это готовить. И, конечно же, получается, что вот ту порцию, которую вы приготовите, ее примерно на 10 людей надо разделить, получается около 10 порций. Ну, можно как минимум в половину сделать этот рецепт, и тогда получится на 5 человек, в зависимости от того, кто сколько ест. Еще у нас есть рецептик, это тыквенный суп, я постоянно про него говорю, тоже у меня вот и Стас, например, ест его с удовольствием, ну, то есть мужчина, женщина, мне кажется, суп не водянистый, да, мы же говорим про то, что вода отдельно, а именно пюре, то есть там, по сути, воды нет, там перемолотый продукт. Указан даже сорт груши, и на такое количество ингредиентов, которое указано, есть калораж, это чуть больше 1000 калорий, соответственно, на 3-4 человек вот такое количество вполне может зайти, либо совмещать с чем-то. И еще один вариант рецепта, это ризотто из чечевицы, и я к этому рецепту особенно прошу обратить внимание, что чечевица по своему составу, насколько она прекрасно подходит людям, которые следят и за своим здоровьем, и за своей фигурой, потому что в соотношении белков, жиров и углеводов, вы можете это увидеть вот на этой картинке, кто смотрит презентацию, углеводов, это вот блюдо приготовленное, да, то есть с теми овощами, которые зафиксированы, масло не учитывается, то есть я предполагаю, что я жарю без масла, поэтому если у вас масло, оно чуть по жирам будет превосходить. Углеводов 55% в этом составе, жиры 25%, белки 20%, это мало где найдешь, обычно по белкам идет недобор, особенно если человек не ест мясо. Если ест, то на ужине мы всегда едим рыбку или мяско с овощами и шикарно белки добирают. До 20% в соотношении всего дня, за раз, за разом повторяю, идеальное соотношение здоровое, если вы не на наборе какой-то мышечной массы, не стремитесь что-то супер накачать, а именно стремитесь к здоровью, поддержанию красоты, то белки 20%, жиры 30%, углеводы 50%, и понижение, и завышение тех или иных показателей ведет к своим реакциям организма. Естественно, если это стабильное, например, увеличение количества жира, стабильно у вас жиров в течение дня больше. Что это значит? Нагрузка на печень, нагрузка на поджелудочную, наверное, какие-то проблемы с ЖКТ начнутся, холестерин, опять же, мы про него не забываем, нехватка белков или переизбыток белков, так же ведет. То есть и в ту сторону, и в минус, и в плюс в пропорции есть свои нюансы изменения вашего здоровья, поэтому стремимся к этому идеальному соотношению. Ну что же, я дольше не вижу смысла задерживаться на рецептах, потому что мы договорились, что я их выложу, вы сможете их прочитать и использовать. Свои фотографии не прилагаю, вот это все, что я готовлю сама и ем сама. Но фотографии не прилагаю, еще не на таком уровне я умею фотографировать, что это красиво получается. Так что так. Вот перед вами домашнее задание. Собственно, вам я предлагаю сделать рецепты. Предложите свои рецепты, которые вы уже используете, здоровые. То есть я все-таки надеюсь, что там не будет рафинированных продуктов. Даже я предлагаю блинчики делать, да. Там вы видели в рецепте, на крайний случай мед. То есть вместо сахара мы добавили мед, хотя я мед не добавляю, потому что с сладкими яблоками это не обязательно совершенно. Всегда есть возможность приготовить без добавления сахара, попробовать, понять, что это и так вкусно, и не использовать лишних ингредиентов. Я за простоту ингредиентов, не надо добавлять лишнего. Жду от вас рецепты как домашнее задание, и мы их обязательно разыграем. А сейчас ко мне подключается Лена, она будет рассказывать и разыгрывать победителей, а я вам буду показывать, что мы с вами разыгрываем. Леночка, подключайся. Да, всем привет. Как меня слышно? Останьте, пожалуйста, мне там какие-нибудь хорошие оценочки. Отлично. Лена, спасибо. Итак, да, как, значит, мы продолжаем наш марафон и продолжаем разыгрывать призы среди самых активных участников нашего марафона. Ну, сейчас я вам покажу, кто у нас оказался в списке самых активных участников третьей недели марафона. Вот их 21 человек. И сегодня... Так, Настя, включи у себя звук, если хочешь что-то сказать. А я... Мы правильно вот это разыгрываем? Да, 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 да. Сегодня мы разыгрываем среди... У нас есть призы 5 коробок вот такого прекрасного черного чая с женщинем. Очень полезного и в качестве перекуса в том числе. Вот. Хотела сказать, да, что поздравляю всех, кто оказался в этом списке. Вы большие молодцы. Вы должны были, значит, на этой неделе, да, после... Настя, ты опять что-то там говоришь, но мы тебя не слышим. Хорошо. Итак, что должны были сделать вот эти вот самые активные участники? Все они написали по итогам прошлого вебинара, да, от какой неполезной еды, все еще присутствующей в их рационе, они отказываются и намерены отказаться. А также каждый день они выкладывали либо в сторис и отмечали аккаунт Насти сконечно, либо в комментариях под постом с домашним заданием в нашей ленте полезные продукты, да, о которых Настя говорила в прошлый раз и рассказывали, почему они такие полезные. И, кстати, еще многие поделились с вами потрясающими рецептами. Я даже себе тоже записала уже. Ну, тем более вам будет, да, легче теперь выполнить следующее. Горох черного чая с белым императорским женщинем. Итак, я включаю показ экрана. Итак, мы помним, что у нас 21 человек претендует на победу. Итак, мы проставляем цифры от 1 до 21. Мы исключаем повторы, чтобы у нас было 5 победителей. Вы победитель под номером 11. Это Ивета Лапсели. Ивета, поздравляю. Дальше номер 4. Номер 4 Вероника Басырова. Вероника, поздравляю. Будете наслаждаться черным чаем с женщинем. Супер. Следующий наш победитель номер 17. Это Леонид Соснов. Вы заметили, у нас не так много мужчин участвуют в нашем марафоне, но постоянно мужчина оказывается в числе победителей. Это не случайно. Это значит, что наш марафон очень полезен для мужчин. И они еще такие большие счастливчики. Четвертый победитель у нас... Как номер 4? Я же исключила количество повторов, а номер 4 уже был. Так, переиграем. Что-то не то. Давайте еще раз отожмем и включим галочку. Это просто... В очередной раз Вероника Басырова подтвердила, что она тоже очень счастливая женщина. Но все-таки, Вероника, разрешите нам переиграть. Номер 8. И это Агрита Шварта. Агрита, поздравляю. По-моему, вы тоже у нас не первый приз выигрываете. Вы большая молодец. И наш пятый победитель. Пятый, да? И пятый наш победитель. Номер 15. Номер 15. Инга Даугуле. Что ж, отлично. Я поздравляю всех счастливчиков, всех победителей. Настя, покажу нам еще раз эту заветную красную коробочку, которую получат наши счастливчики. Я еще раз вас поздравляю и приглашаю уже завтра... Да, мы выложим обязательно традиционно наш пост в ленте и с рецептами, да? И под которым вы будете писать свои рецепты. Вот. Надо написать, как было написано, не меньше трех полезных рецептов, чтобы претендовать на призы, которые будут разыграны на следующей неделе. И завтра я вас приглашаю в это же время, в 18.00 по Москве, на встречу с Настей. Настя, расскажи буквально в двух словах, что будет завтра. Потому что завтра будет что-то потрясающее. Только микрофон не забудь. Очень объяснить. Мы разберем с вами стопу, коротко ее строение, особенности, на что надо обратить внимание, чтобы понять, почему важно со стопой работать. И какие упражнения, помимо того, что подъемы на носки, какие-то движения, что стоит делать, чтобы стопа была здорова. А мы понимаем, что все наше тело, ноги, тело, голова, все мы полностью стоим только на двух стопах. И от того, насколько правильно там функционирует вся система стопы и сухожилий, мышцы и кости, на которые они прилегают, соответственно, по итогу стоим мы. И в связи, я думаю, многие знают, в связи с тем, что со стопой какие-то неправильные изменения, разные бывают причины, особенности работы, каблуки, слабость каких-то мышц, бывает, что начинаются деформации позвоночника, дополнительные боли в пояснице, в спине. И не раз я видела, как делая некие упражнения для стопы, люди, у которых постоянно есть боли в спине, говорили, а что мы делаем? Мы же вроде бы какие-то мелкие вещи такие делаем со стопой, а почему спина перестала болеть? Вот это, собственно, то, о чем мы завтра поговорим. Отлично, спасибо. Я думала, Настя, ты уже начала следующий завтрашний пимпинал. Хорошо, всем огромное спасибо. Ждем вас завтра. Выполняйте домашние задания, присоединяйтесь к нашему марафону, выигрывайте призы. Всем хорошего вечера. Спасибо. 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 Спасибо.